Как мы сказали, на этот вопрос ответили наши братья, брат Кирилл Джабрию, он ответил на этот вопрос через призму ислама и добавил туда рациональные ответы тоже. А брат Абу Амир, да сохранит его Аллах, хорошоb. Он ответил ... На эти вопросы полноценные ответы, все эти вопросы, которые я буду отвечать, уже есть ответы от Абу Амера. Я сейчас их отвечаю, хотя я Его послушал тоже, некоторые из них. Я половину вопроса ответил даже прошлой неделе, пока Абу Амир вопросов не вышли. Сейчас вижу уже отвеч nutrient вопросы, но все равно отвечу только, может, кто Абу Амир не слушает меня, то не будет говорить. Чтобы были ответы отсюда и заработали какое-то вознаграждание от Аллаха Субханаху Ва Та'Аля. Продолжаем ответы на вопросы дяди Рамазана. Из этих вопросов была, кто сейчас находится в аду? Оба вопроса можно вместе ответить. Для кого Аллах создал ад? Аллах Субханаху Ва Та'Аля создал человека и его возвысил. На многое его создание возвысил Аллах Субханаху Ва Та'Аля человека. Аллах в Коране говорит, «Ва ла кад каррамна бани Адам». Мы возвысили сыновья Адама. Дети Адама возвысили в этом дуне. Аллах Субханаху Ва Та'Аля. И Аллах Субханаху Ва Та'Аля призвал даже ангелов, чтобы делали поклон для Адама, алейхиссалам. Аллах, который создал наш отец Адам, своими руками и приказал делать суждо ангелам, и приказал Иблису, чтобы суждо делать, Иблис отказался. Аллах в Коране говорит, «Что за тебя остановило делать поклон тому, который я создал своими руками?» говорит Аллах Субханаху Ва Та'Аля. В другом аяте Аллах говорит, «Афахасиба тум анна ма халакнаكم аббаса, ва анна кум илейна ла туржа'ун». Аллах в Коране говорит, «Считаете ли вы, что я вас создал, обращаясь к нам?» В Коране Аллах говорит, «Я вас создал, аббасан, так, без цели, так создал. Так считаете ли, что вы к нам тоже не возвращаетесь?» Это ваше ошибочное мышление, что так Аллах Субханаху Ва Та'Алла вас создал. Нет. Аллах рассказал нам, для чего нас создал. Аллах в Коране говорит, «Я не создал ни джиннов, ни людей, кроме как, чтобы для него поклонились». Нас создал Аллах Субханаху Ва Та'Аля, чтобы мы ему поклонились. Чтобы только единому Аллаху поклоняться, это требование Аллаха Субханаху Ва Та'Аля. Кто слушается Аллаху Субханаху Ва Та'Аля, Аллах Субханаху Ва Та'Аля дарует ему рай и вознаграждение. Это справедливость. Кто послушает, что вознаградит его раем. А кто слушается Аллаху Субханаху Ва Та'Аля, для него Аллах Субханаху Ва Та'Аля приготовил наказание. Это наказание является ад. Потому что создание рая и ада, это является для справедливости. Тот, кто послушался Аллаху, повиновался, чтобы он вошел в рай, а кто ослушался, чтобы он будет наказан адом, наказанием ада. Для этого, в этом дуне, в судный день человек придет, скажет, со своим убийцей придет и говорит, вот он меня убил. Спроси Аллаху, за что он меня убил. Человек убивает, зулма делает. В этом дуне справедливость, справедливое наказание не получает. Если бы не был еще судный день, эта справедливость не была бы. А судный день Аллах Субханава Та'Алла создал. Создал ад и рай, чтобы показать свою справедливость. Справедливость Аллах Субханава Та'Алла. Чтобы не было зульма, чтобы человек умер в этом дуне притесненным притесненным и не получил свои права. И также притеснительным умирает и не получает свои наказания. Для этого Аллах Субханахуа Та'ала создал ада и рая, чтобы показать своему созданию справедливость. И Аллах Субханахуа Та'ала в многих аятах Кур'ана говорит нам, для чего создан ад. Аллах Кур'ана говорит «Инна ладзин я кулуна амвала льятама дзульма, инна мая кулуна фибуд унихм нара ва саяшлауна саира». Те, которые кушают имущество ятимов, сирот, жульман, притесненным. Отец умер, оставил имущество, дядка забирает, или дедушка, бабушка отбирает, не оставляет ему имущество. Кто это имущество кушает? инна мая кулуна фибуд унихмана. Эти люди кушают в своем животе, желудке огонь ада. Их будет затаскивать огонь. Вот для наказания, за то, что он поступает несправедливо, сиротами. В другом аяте объясняет Аллах дозволил вам торговлю и запретил рыба. Рыба – это давать имущество под проценты. Аллах это запретил. Кому пришел на задание от Аллаха субханаху ва та'аля, это фаллахума саллах. Это прошлое. Аллах субханаху ва та'аля прощает его амруху или Аллах, его деяние у Аллаха субханаху ва та'аля. А кто возвращается после того, как до него дошло на задание от Аллаха субханаху ва та'аля, после того, как до него дошло, что Аллах запретил рыба процентам деньги давать, после этого кто вернулся и это будет делать? Они являются обитателем Ада. Такие аяты, которые Аллах Субхану и Та'ала рассказывает для чего создал Ад. Другом аяте говорит По истине притеснители они заблуждением и огнем находятся. Тот день говорит, когда их будет затаскивать вниз лицом огонь Ада. Зуку Маста Саакар. Кушайте пламени Ада. Вот ясно сказано мусульманину, верующему человеку для чего создал Аллах Субхану и Та'ала Ад. В данный момент, еще продолжение этого вопроса, он говорит, кто сейчас находится в Аду. В данный момент из людей никто не находится в Аду. Потому что Ад Аллах Субхану и Та'ала его создал, но она создана есть. Это мнение Ахли Судного Аль-Джамаа и туда войдут в Судный День. Те люди, которые достойны наказаниям Ада. До Судного День никто не заходит. Человек, когда умирает в убеждении Ахли Судного Аль-Джамаа, к нему придут ангелы и будут его допрашивать. Про его Господа. Кто тебе создал? Какая твоя религия? И кто твой посланник и пророк? Много хадисов от пророка пришли за эти вопросы, что будут спрашивать. Айша, радия Аллаху передает от пророка салли Аллаху и салам, что пророк сказал, ко мне было неспосленно, говорит, что вы будете испытаны в ваших могилах. Это первое испытание, которое получает человек. Это все допросы, это будут могилы. Второе, Судный День будет допрос. Айсабуль Ахира. Но души людей может быть войти в некоторых людей, праведных людей. Души могут быть в раю быть, как сказал пророк, салли Аллаху и салам, поистине душа верующего человека. Птицы, говорит, они висят на деревьях рая. Пока Аллах субхану и Талла их не будет возвращать, наслаждаться будет в раю, пока Аллах субхану и Талла не будет их возвращать, их тела, когда Аллах субхану и Талла воскресит их. Души в раю, а так тело и души в рай зайдут только в судный день. Тогда как понимать те хадисы, которые пророк сказал Билалу, я Билал, расскажи мне какое самое такое деяние, которое ты делаешь и желаешь, чтобы Аллах субхану за это вознаградил. Я, говорит, услышал топот твоей тапочки в раю, передо мной в раю твой тапочки я услышал. Как это пророк субхану услышал, еще если в рай никто не зашел? Ученые сказали, это было во сне. Это случай было во сне, как сказал Аль-Кармани, Ибн Хаджи передает от него, что это случилось во сне. В другом хадисе пророк сказал Я увидел женщину, которая делала омывение рядом со своим замком. И мне сказали, это жена Умара. Это женщина для Умара ради Аллаху это тоже во сне. Или же некоторые ученые сказали, Аллах субхану показал будущее, это Аллах может сделать, показал будущее для пророка саллиллаху то, что случится, уже заранее показал Аллах субхану своими глазами или же сердцем увидел пророк саллиллаху то, что происходит в раю, то, что происходит в аду, это все показал Аллах субхану нашим пророку саллиллаху алейхи ва саллиллаху после этого создание ада это противоречит милости Аллах субхану ау что Аллах является милост Steel это не противоречит из милости Аллах субхану ау помогать слабым людям из милости является потому притесненным защитить их не всегда милость является прощать всего иногда наказывает претестителей Это является милостью Аллаху, тот, кто ослужился, наказывает. Это не противоречит милости Аллаха. За это, братья мусульмане, Аллаху создал рай и ад, чтобы демонстративно показать судный день для своих рабов, для своей справедливости. Второе, в данный момент ад и рай созданы, но никто из людей пока не находится ни в раю, ни в аду. В рай и ад люди попадают после воскресения судный день. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва бракату.